Приветствуем вас, дорогие друзья, на нашем замечательном канале, который ведет Юлера Флорида и ваш риэлтор во Флориде Надя Эггерс. Друзья, сегодня у нас будет не очень обыкновенный обзор, а необыкновенным он будет в том, что мы вам, во-первых, представим новый район Орландо, район называется Болдвин парк, я расскажу вам про этот район, и самое необычное будет в этом видео, то что нас пригласили в гости наши покупатели, которые недавно купили, закрыли вот мы этот там хаус, который находится в центре Болдвин парка, здесь пешей доступности все рестораны, буквально минута-две пешком, то есть в самом сердце Болдвин парка находятся вот эти вот все там хаусы по этой аллее, они очень уникальные, эти там хаусы, чем я вам расскажу, а история уникальна тем, что я вас познакомлю попозже с новыми владельцами, с нашими подписчиками, кстати, которые к нам обратились и стали обладателями, счастливыми обладателями этого замечательного места. Подписчики нашли нас, замечательная семья, очень-очень классные ребята, они нас, они нас смотрели, наше видео, но обратились к нам, когда они еще жили в Дубае, им нужно было срочно покупать что-то в Орландо, они собирались переезжать, кстати, по визе таланта, в чем талант Лизы, она вам сама расскажет, когда я вас представлю, вот, ну, ребятам нужно было срочно переезжать в Орландо, они связались со мной, мы сделали достаточно такое долгое интервью, мы общались по Google Meet, то есть мы могли видеть друг друга, часа полтора было первое интервью, это было очень удобно, потому что я могла шерить свой экран, я могла им рассказать по районам, я могла даже поднять пермиты и показать им, как я это делаю, я, в общем, смогла показать полностью, как я работаю, не встречаясь при первоначальной встрече, но ай-контакт, контакт-глаз, он произошел, и ребята решили со мной работать, до этого они работали с агентом Американка, но что-то там пошло не так, они теряли очень много времени, у них был уже переезд на носу, им нужно было реально очень быстро покупать, и то, что им хотелось. Этот танг-хаус я нашла вне рынка, это тоже очень интересный момент, его не было на рынке, мы здесь просмотрели все танг-хаусы, кстати, сейчас стоят здесь несколько за миллион триста, и они такие, знаешь, вот требующие что-то, какого-то ремонта, и тут я нашла через агента, то есть через сарафанное радио, я нашла, что здесь есть танг-хаус, который могут продать за миллион двести, он полностью обновлен, очень-очень классный ремонт сделан, мы сразу не думая сделали оффер, приняли наше предложение, я хотела сказать огромное спасибо Денису Бачкову, которого сегодня с нами нет, он не смог присоединиться, дело в том, что в тот момент, когда ребята, когда эта семья ко мне обратилась, они были в Дубае, я была в Японии, а Денис был на месте, и Денис быстро реагировал, я делала поиск, поиск по базе, договаривались о просмотрах, и Денис делал дистанционный показ, и он достаточно такой детальный, он очень хорошо всё снимал, всё конкретно показывал, вот, и просмотрели, наверное, домов, наверное, шесть-семь домов просмотрели, и сделали выбор на этом. Почему сделали выбор на этом? Даже этот танг-хаус, сначала мы смотрели сингл-хомс, ну, или большие танг-хаусы, то есть, или отдельно стоящие дома отдельные, да, ну, или большие танг-хаусы, этот танг-хаус по размеру 3 150 square feet, в переводе на метраж, около 300 квадратных метров, он огромный, и в чём его удивительная особенность, в том, что у него 5 спален, 4,5 санузла, и у него 3 отдельно стоя... 3 юнита в одном танг-хаусе, 3 разные помещения, которые можно использовать, то есть, в одном самом большом главном помещении может жить семья, вот это помещение с отдельным входом, отделено от главного помещения, можно использовать как офис, и вот ты посмотришь, вот все, все вот эти вот танг-хаусы, они сдают первые этажи для бизнеса, вот, пожалуйста, напротив салон маникюр-педикюр, тут же агентство недвижимости, там тоже какое-то агентство недвижимости. Очень удобно, да? Да, и вот, и это очень классно, потому что это достаточно стоит дорого, потому что это коммерческая недвижимость в центре Орландо, в центре Болдвин Парк, и это очень классно. И ещё один юнит, значит, этот юнит как офис, мы его посмотрим, средний юнит, он используется хозяевами для жизни, и ещё есть один юнит, это студия над гаражом, тоже с отдельным входом, тоже можно сдавать, сдача там где-то 1800 в месяц, можно найти тенанта и спокойно сдавать. То есть вроде ты покупаешь один продукт, а получаешь три, три в одном. Классно. Немножко я расскажу быстро по Болдвин Парк, в принципе, а потом мы вам проедем, оставайтесь с нами до конца, после просмотра этого танхауса мы с вами пройдём к озеру, к тому месту, где очень много ресторанов находится, мы вам всё покажем и более подробно расскажем об этом месте. Но сама локация Болдвин Парк – это даунтаун Орландо. Юля, покажешь на парке, где находится, да? Это буквально 5-7 минут до сердца Орландо. Ну, в принципе, Болдвин Парк – это и есть даунтаун Орландо, но это такое правильно спланированное комьюнити, огромное комьюнити, это как город в городе. В Болдвин Парке своя инфраструктура, свои школы, свои клиники, свои банки, свои рестораны, свой продуктовый огромный магазин Publix, и всё это в пешей доступности из любой точки города. Уникальное место, не правда ли? Кстати, очень напоминает мне Celebration, мы когда-то снимали, и если Celebration придумал сам Walt Disney, и он строился, начал строиться там в конце 95-х, и первые дома стали сдаваться в 96-97 году, то Болдвин Парк построили именно по такому же проекту. Здесь даже улицы некоторые, ну, одинаковые названия, такое же озеро, такие же ресторанчики вокруг озера. Очень-очень похож проект, только помоложе, чем Celebration, поближе к даунтауну Орландо, если Celebration находится более в такой туристической зоне Флориды, да, то возле Дисней Парка, то здесь уже живёт больше, наверное, бизнесменов, профессионалов, медицинских, докторов очень много здесь живёт, потому что буквально недалеко находятся все самые огромные госпитали, и он такой достаточно недешёвый, это очень фешенебельный район, чтобы здесь себе позволить жить, это нужен очень большой бюджет. Я вам сразу скажу, что здесь кондо, квартиры, двушки, начинаются от 540, и то, где нужно будет делать ремонт. Да, да. Танхаусы от миллиона, и то, опять-таки, смотреть нужно размер, чем больше, вот этот, он уже большой, да, он будет подороже стоить, и также смотреть на то, что есть, какая начинка есть в танхаусе, естественно, и есть ли дополнительные помещения, которые ты можешь использовать в коммерческих целях, чтобы, ну, вроде как бы ты и живёшь, и бизнесом занимаешься, правильно? Баловство для богатых, короче, я могу сказать, этот город. В общем, это танхаус, я так и всё, давайте, да, перестанем воду мутить, это, я расскажу по цифрам, это танхаус мы купили за миллион двести, здесь 5 спален, 4,5 санузла, я имею в виду уже, конечно, поделённые вот эти юниты, части танхауса, да, всё вместе, 3150 квадратных фит, в переводе на 300 квадратных метров приблизительно, и здесь ассоциации в месяц 900 долларов, недёшево, но, опять-таки, чем больше размер помещения, тем выше будет ассоциация. Это в месяц? В месяц, да, но что входит в эту ассоциацию, у них неимоверное количество парков, детских площадков, около 8 в этом городе, 3 огромных бассейна подогреваемых, чем могут пользоваться жители, да, теннисные корты, фитнес, то есть здесь, в принципе, в этом городе есть вся инфраструктура, о которой я говорила, и вот этими Аменитис люди пользуются, как бы, живя в танхаусах, опять-таки, чем отличается танхаус от частного дома, у танхауса всегда будет ниже страховка, чем в частном доме, то есть в частных домах здесь будет поменьше ассоциация, но повыше страховка, понимаешь, да, разницу? В танхаусах будет выше ассоциация, но меньше страховка. Кто на то выходит, хочешь сказать? Ну, практически, практически. Ну, что ж, ребята, давайте я вас представлю очаровательной новой владелицей этого танхауса, ее зовут Лиза, я не знаю, ее муж Дмитрий присоединится сегодня или нет, было бы отлично, если бы он присоединился. Лиза представится, и она расскажет о себе, что их привело в наши края, из Дубая, и я вам, кстати, заранее скажу, Ира очень талантливая девушка, она блогер, у нее миллионы подписчиков, и она получила визу таланта, чтобы приехать эмигрировать в Америку, визу таланта. Так что Лиза лучше сама расскажет, чем она занимается, и сделает нам тур по своему новому приобретению. Очень интересно. Ну, пошли? Пошли. Вход к главному дому через дворик, здесь как раз-таки вот один юнит, можешь снять, мы его посмотрим, это который будет использоваться под офис, там будет второй, и вот здесь вот главное здание танхауса. Здравствуйте, Лиза, здравствуйте, проходите. Вот это наша прекрасная, очаровательная хозяйка этого дома, Лиза, Лиза, кстати, тоже блогер, как я говорила. Талантливая, очень талантливая, и переехала, я уже, я повторюсь, переехала в США по визе талантов. Ребята, Лиза, я буду спрашивать Лизу вопросы по мере, наверное, просмотра дома, чтобы было полезно и с приятным, правильно? И давайте начнем, это у нас кухня и гостиная. А вы будете эту кухню, что-то с ней переделывать, что-то менять в этой кухне? Она нас полностью устраивает, то есть здесь хорошие прям такие шкафчики, мы решили ее не менять, потому что менять это слишком долго. Вот, хорошая столешница. Друзья, я вам честно скажу, этот дом был, знаете, вот, я бы сюда заехала и жила, он реально хочет, здесь был очень классный ремонт сделан, но у ребят другой вкус, тем более приехали из Дубая тоже там по-другому немножко. Буду делать полностью под себя, буду даже, полы здесь хорошие, там, ну, помыть можно, но здесь хорошая плитка под дерево, но ребята хотят цельное дерево. Ну, цельное, да, цельное дерево, чтобы было тепло, у нас появится маленький ребенок. Конечно, ребята ждут бебика, вот, скоро появится, и поэтому очень важно, полы, конечно, ребенок будет ползать. Лиза, вы сама откуда? Мы вообще из России, я жила в городе Ульяновске, потом переехала в Москву, познакомилась с мужем, в Москве жила 10 лет, потом мы с мужем переехали в Дубай, там жили 2 года, и вот теперь мы здесь. В Орландо. Я даже, да, каким ветром вас сюда занесло, совершенно два разных полушария, но вы не жалеете о своем выборе? Нет, я вам рассказывала, да, что еще в 2014 году на моей карте желаний был дом во Флориде. Правда? В 2014? Да, в 2014 году. Лиза, я бы очень хотела, да, я хочу сделать эту проходку, мы вроде как бы, ну, думали, что мы будем по порядку говорить. Вы можете кратко хотя бы рассказать вашу профессию, ваш талант, в чем ваш талант, чем вы занимаетесь? И, ребята, смотрите вот под эту, по этим ссылочкам, которые выставит Юля Ру Флорида, и вы сможете зайти на странички Лизы. Да, чем я занимаюсь, виза талантов, у меня два таланта. Во-первых, я лайф-коуч профессиональный, и я помогаю людям исполнять их желания, достигать их целей. И при этом я успешный предприниматель, потому что я не просто работаю с людьми, но еще и создала компанию, онлайн-школу, и хорошо зарабатываю. Соответственно, вот эти все пункты, там 10 пунктов нужно было собрать, чтобы подтвердить то, что ты Extraordinary Alien, вот. Мы собрали 10 пунктов, и нам одобрили, и вот мы получили с мужем визу и приехали сюда. А какой у вас никнейм, вот если люди захотят просто вас найти, не по ссылке, а... Да, сейчас на русском языке это сила в мысли. Сила в мысли. В мысли, да. У нас есть здесь игра такая про мысли. Сила в мысли. И вы просто помогаете, помогаете людям прийти в себя, да, при различных обстоятельствах. Я смотрела ваши видео, я стала смотреть. Работаю с подсознанием, мой любимый инструмент это медитация, помогает перепрограммировать сознание, то есть это любые сферы жизни, это из психологии бедности прийти в мышление богатства, изобилие, чтобы легко приходили деньги. Вот. Это и любовная сфера, выйти замуж, уйти от одиночества, наладить отношения в семье, со здоровьем тоже работаем. В общем, наш человеческий мозг, сознание наше способны на все. И я помогаю людям понять, какой в них скрыт потенциал. Вот. И они уже с помощью моих практик, медитаций, аффирмаций, работают над собой и получают соответствующий результат. Вот это просто классно. Я когда посмотрела, я не видела ваш канал до этого, но когда я подписалась, я думаю, что... Мы сейчас вообще даже нет, но я вот реально хотела сказать. Я думаю, что Лиза делает огромное дело, потому что люди, которые, например, будут смотреть, ну, постоянно этот канал, во-первых, на будущее они уже в себе будут чувствовать уверенно. Но, например, Лиза помогает людям, которые, ну, вот, бросил муж, мужчина, например, да, вот, или потеряли деньги по бизнесу, по работе. И что делают люди? Они входят в депрессию, они... Кто-то пить начинает, кто-то, я не знаю, что. То есть, как бы, уходят в депрессию, но послушав Лизу, уже прям сразу прям хочется что-то делать, куда-то там помедитировать, и ты уже понимаешь, что сейчас ты будешь как бы к этому стремиться, и у тебя уже что-то будет больше. Я сама стала смотреть ваши каналы, ну, как бы, у меня депрессии нет, слава богу, но все равно интересно даже для здоровых умом людей. Да, а теперь вот мы приехали в Америку, купили дом для того, чтобы продолжать это дело на английском языке. Так, вот, пойдемте посмотрим. Ну, давайте, в общем, с кухней мы разобрались, да, вы ее трогать не будете, менять не будете. Здесь все было, тоже был ремонт сделан, все поменяно, все чистенько. Я думаю, что на первое время. Да, даже техника достаточно хорошая. Очень красивая поверхность кварцевая. Причем идет, у нас называют водопад. Да, водопадом не очень нравится, закрыто. Но здесь ремонт новый получается. Здесь вообще ремонт был новый, но вы решили, что вам недостаточно. Ну, он для нас слишком простой, мы хотим что-то покруче. Супер. Мы еще, кстати, приедем к ребятам в гости, когда они уже законы завершат. Я думаю, что месяца через два. Месяца через два мы заглянем в гости и уже посмотрим на окончательный результат. Ребят, вы, наверное, удивитесь, потому что Лиза нам сейчас кое-что покажет. Здесь будет гостиная, и ребята выбирают цвет для стен. Да, это три краски, которые мы выбирали, делали такой прокрас, и выбрали мы вот этот вот цвет. Здесь будет достаточно яркая гостиная, контраст с белой кухней, контраст с какой-то белой мебелью, белый потолок. Кант будет белый вот здесь вот. Так что я думаю... Друзья, ну, поверьте мне, что это будет выглядеть красиво, потому что ребята показывали свои проекты в Москве. В Дубае у них тоже было в таком насыщенном цвете, и это выглядит на миллион. Спасибо. Вернее, дом уже на миллион. Значит, на 10 миллионов, да? Давайте пройдем. Навернемся. На втором этаже у вас находится... Кстати, мы пропустили одну половинку санузла впереди, но мы в него пройдем. Здесь находится, здесь положен винил или ламинат. Да, мы его туда тоже заменим. Вы его будете тоже, у вас будет везде хорбута, да? Да, одинаковый цвет по всему дому будет. Отлично. Это спальня Мастер Бэдроу. Ух ты, вы здесь тоже цвет выбираете. Очень просторно, прозрачно. Очень просторно, прозрачно. Очень светлая, да. А какая краска выбирала? Какую вы выбрали? Вот этот вот цвет такой благородный, глубокий розовый. Вот. Ну, понятно, вы уже розетки все сняли, вы уже готовите под покраску. Так что, ребят, не обращайте внимания, здесь было по-другому все. Сейчас уже начался ремонт. Вы, кстати, уже начали пол где-то укладывать? Укладку пола или нет? Нет. Еще пол, он будет через два дня уже начинают его делать. У них сейчас как раз созванивались. Это... А, кстати, поменяли кондиционер. А, поменяли, ага. Значит, здесь у нас хозяйская ванная, очень просторная, ромная. Нас, наверное, будет здесь много, Лиза, может, вы покажете. Да, вот, с чем понравился нам этот объект, потому что здесь не нужно менять санузел. Потому что, мне кажется, это самое сложное, это плитка, это все переделывать. Здесь все нам подходит. То есть, просто белая, чистенькая, красивая. Сантехника хорошая. Плитка без всяких проблем. Ванна – это было тоже мое условие, потому что я люблю купаться в ванне. Отдельно стоящая ванна – это моя мечта. И огромная душевая для мужа. Душевая очень большая, да. Мне иногда не хватает, вот у них, видите, тоже, я не знаю, вы будете делать. Мне иногда не хватает. Вот здесь получается, это называется rain shower, да, но мне не хватает. Вот это вот очень маленькое, мне кажется. Маленькое, да? Я не знаю, вы пробовали? Нет. А, нет? Ну, просто rain shower, он просто сверху идет. Если ты, например, сейчас голову не хочешь мыть, да, например. Он будет, да, нужна какая-то лейка. Вот я не знаю, вот этой достаточно или нет. Обычно заменяют вот этот главный, заменяют так, чтобы можно переключать там по-разному. Да, ну это мелочи, это всегда. Да, это мелочи. И отдельно стоящий санузел, вот такая шикарная, большая, светлая. Здесь очень интересно, кстати, смотрите, сделала экраны. Ух ты! Водопадом, да? Вот, красиво. Ну, ребят, по сравнению с тем ремонтом, который продавался за миллион триста, да? Да, да, да. Две гардеробные у вас. Да, здесь две гардеробные. Они будут обе мои, скорее всего. Да. Дмитрий, 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 пока все гардеробные, если она будет в этом доме. Да, да. Какой-нибудь из гостевых. Так, это постирочная здесь. Кстати, нам продали дом вместе с неплохими стиральными машинками, но мы такие перфекционисты, что мы решили купить те, которые нам нравятся, которые не портят белье. А там шкафчики висели, вы их сняли? Мы сделаем новые шкафчики, мы их уже заказали. Вот. Нет предела совершенства. Это тоже санузел. Это такой у нас... Сейчас я... За секундочку. Тут русский. Это санузел получается для наших деток. Детский санузел. Вот, черный. Да, здесь черный унитаз и душевая кабинка. У нас у ребенка, когда будет маленький, мы сможем здесь купить просто ванночку и купать его здесь. Вот, да, здесь все тоже аккуратно, красиво, чистенько сделано. Так, проводите в каждой 10, 2 спальни. Я отойду. Это первая комнатка, это на американском мюнерсере, детская, для малыша. Здесь мы уже заказали встроенный шкаф, будет такой, прям с подсветкой открытый. Вот здесь детская кроватка будет. Тоже выход на балкон. Да. Который вы, скорее всего, постараетесь закрыть, чтобы ребен... Ну, чтобы не легко было ребенку, скорее всего, на ключ нужно. И здесь замечательное место, чтобы как мама могла выйти погулять с ребенком, даже если не хочется никуда выходить. Здесь можно поставить кресло, качалку. Хороший балкончик, и, кстати, две спальни делят этот балкон. Ага, вот здесь, смотрите, здесь у вас будет... Вот этот цвет, здесь написано blue. Ну, мы поменяли, да. Это на самом деле для той комнаты цвет прокрас. Это яркий оранжевый, это для игровой комнаты цвет. А blue, это сейчас для малыша, я покажу цвет. То есть спальня малыша будет вот в этой комнате? В той. А, в той. Чтобы поменяли, цвет неправильно выкрасивали. Вот, это игровая. Если появится второй ребенок, то это будет вторая детская. Вот, тоже просторная. Здесь появится. Скорая. Да, тоже просторная. И какой из этих цветов вы выбрали? Мы выбрали светлый. А это пол, который у нас будет. А, вот, да, сэмпл. Вот такой вот будет пол. Что это за волна-то, дух? Волна-то, да. Нет, нет, волна грецкая ореха. Грецкий орех. Волна-то, грецкий орех. Волна-то, грецкий орех. Нет, это цвет, я думаю, грецкий орех. А само дерево, это, вы знаете, что за дерево? Дим, какое это дерево? Умер, полно. Нет, сверху, это и здесь. Так, Юль, ты это вырежешь, хорошо? А то такой голос из кладовки в конце видео. Юля, вырежешь, да? Нет, это же в чем... А может быть самое интересное? В чем фишка, что это целое дерево сверху? Это глава семьи Дмитрий. Он просто не очень хотел сниматься, но выхода не осталось. Мы его вынудили. Ну, все, хорошо, тогда вопросов нет. Сверху, вот этот слой, это и есть ценное дерево. Все, что там дальше, это как бы инженерная часть. Ага, ну понятно. Мы вот круговали акацию, смотреть акации, там вообще слой, ну вот буквально вот, вообще тоники-тоники-тоники. Это, ну, как бы менее ценное дерево, поэтому слой потолще. Очень смешно получилось. Ну ладно, пойдем дальше. Идемте дальше, все вместе. Ну, Дмитрий тоже нас снимает на свой влог. Поэтому, это его выбор. Большая концентрация влоги. Получается, что мы сейчас закончили смотреть так называемую жилую часть дома. Вообще дом намного больше, чем вот эта часть, но здесь была сделана небольшая перепланировка, потому что бывший хозяин то ли сдавал, то ли что. Но нам это идеально подошло, потому что мы работаем дома, и нам нужны были отдельно стоящие кабинеты и отдельно стоящая студия для Ютуба. И пойдемте их посмотрим. Причем, скажите, ну, скажите, вот мы сколько смотрели домов? Мне кажется, это был именно для, как ваш первый дом, и как бизнес, и жить, это был самый идеальный вариант из всего, что мы видели, потому что опять-таки три юнита в одном, да? Вы можете использовать как офис, тут же не выходя из дома. Но это будет отдельно, вы не будете мешать никому, и вам никто не будет мешать. Давайте приведете... А, здесь, кстати, половинка санузла, мы его пропустили, тоже очень красиво. О, классно. Современный. Кстати, очень современный. Здесь владельцы были русскоязычные, был и сделал, ну, я говорю, что больше такой европейский ремонт, да? Вот как бы со вкусом. И гараж на две машины. И окно здесь есть. Окно есть, гараж это. Кстати, вот эту кухню вы сняли оттуда, да? Это мы вам покажем, видите, кухонные кабинеты, они стояли в другом помещении, мы вам покажем. Сейчас там будет дырка. Вот, но вот эти вот кухонные кабинеты, их вывезут. Тоже новые были. Мне так жалко, у меня прям сердце кровью обливается. Но так как Лиза хочет сделать там офис-офис, вот, поэтому кухня не нужна была. Пойдемте в офис тогда. Оттельник, да? Да. Это дорога на работу. Да? Это дорога на работу, да. Проходите в мой офис. Это место, из которого Лиза будет работать, да. И ее миллионные подписчики будут ее любить. Да, давайте я немножко открою жалюзи, чтобы видно было, что есть прекрасный вид на зеленую улицу. Да, и можно спокойно тоже выйти, открыть двери. Да, и многие вот эти помещения используют как какой-то, ну, делают прям офис, где принимают людей реально, то, что с улицы можно прийти, повесить вывеску. Можно зарабатывать деньги. Я, кстати, да, обращала внимание, тоже, ну, ладно, обращала внимание в самом начале видео, когда мы начали ролик записывать, что каждое из этих помещений, они под сдачу. Да. То есть вы можете жить в доме, если вы не используете его, сдавайте, потому что коммерческие помещения, они стоят дорого. Особенно в таком месте, как Болдвин парк и в Даунтаун Орландо. И я указывала и у вас напротив, и маникюрный салон, и салоны красоты, парикмахерские, брови, и юристы. И шмины, и терапевты, да, доктора, всякие маленькие мини-клиники. Вот эти вот помещения, они очень ценятся. И, кстати, они тоже очень редко выходят в аренду. Коммерческие помещения. Очень редко. Да, и, я так понимаю, их занимают намного лет. И занимают сразу 3-5 лет. В общем, вот это вот, здесь стояла вот та прекрасная кухня. Ага. Да. Что ребята сделают с этим помещением, мы потом увидим. Мы, кстати, будем видеть уже с ваших роликов. Да, да, начнем. Здесь очень удобно, потому что здесь есть санузел. То есть, мне не нужно никуда уходить. Я спокойно могу тут даже душ принять, если я захочу. Вот. И здесь вторая комната. Даже с гардеробной. Ну, мы ее сделаем просто какой-то комнатой, где я буду хранить какие-то свои бумаги, возможно, архив какой-то. И здесь сделан выкрас, тоже можете посмотреть. Здесь будет девчачья розовая комната. Полностью. А вы не будете делать какие-то акцентные стены? Это будут полностью все помещения выкрашены одним? Или какой-то стены? Выкрашены будут и акценты будут делать картинами, мебелью. А, окей. Решили не заморачиваться. Не заморачиваться, да. Потому что, чтобы здесь... Сейчас такой тренд просто пошел. Чтобы клеить обои, нужно выравнивать стены. Ага. А можно покрасить просто попроще. Ну, что же, здесь вы нам показали. Спасибо. И в студию. Пойдемте еще в одну студию, да. Три в одном. Дом и в одном. Вот вход в студию. Сейчас по лестнице поднимемся. Здесь жил у них тенант, у бывшего хозяина. Отдельный вход. А что... Да, у вас что будет? У нас здесь тоже будет уже YouTube, видеостудия. Видео и аудио студия. А там что? Я думала, это там будет. Нет, там просто кабинет. А, просто... Работа за компьютером. А, все. Понятно. А здесь у нас будет именно съемочная. Широкая такая лестница. Да, лестница широкая. Кухню вы здесь оставляете? Вообще здесь полноценная квартира. Здесь люди жили. Вот, то есть здесь кухня есть. Полностью укомплектованная. Укомплектованная. Причем и техника у них вся новая. Такая достаточно. Они буквально недавно сделали этот ремонт. Да, и у нас здесь есть идея коммерческого проекта. Мы сделаем для себя. То есть мы, ютуберы, мы всегда снимаем студии. То есть нам нужно постоянно снимать студию, чтобы сниматься. Не дома. Я поняла, о чем вы сейчас говорите. А здесь Парланда все стоит очень дорого. Мы даже сейчас делали два дня лайвстрима. По четыре часа мы отдали 7 тысяч долларов. За аренду и оборудование. А здесь, соответственно, мы хотим все закупить, чтобы у нас здесь было все стационарно. Здесь будет черный ковролин, потому что он звук глушит. Специальная обивка на стены. Красивые диваны, кресла, как подкастер делают. И мы решили оставить кухню, потому что вдруг нам придет футблогер, и он захочет готовить. Да, кстати. Да. Мы можем его снять. Вполне возможно. И вы можете даже рекламировать как-то себя, свое помещение в тот момент, когда вы не работаете сама. Пожалуйста, 4 часа я могу сдать свое помещение. Я делаю съемки раз в неделю. Мне достаточно раз в неделю. Это очень хорошая идея. Это очень хорошая идея. Тем более Даунтон Орландо, тем более Болдвин Парк. Я считаю, что у вас очень пойдет хорошо. Особенно, если вы по-дизайнерски как-то со вкусом это все обставите. Да, классно. Буду спрашивать, как идет. Средственно, там помещение, там можно сделать звукозаписывающей студии. То есть здесь прям места предостаточно. Два таких помещения. Не открывай, да? Вы что, скидываете? Нет, вы боитесь шкафу. Огромное помещение, да. Есть студия звукозаписи. У меня муж хорошо разбирается в этом. Он мне делал везде в студии. Вот. И там есть туалет, ванна. Тоже полноценный туалет, ванна. Да, можно снять. Официальные сушильные машинки, кстати. Здесь очень хороший ремонт. Мне нравится здесь ремонт. Здесь самый такой новый. А может быть вы не будете полностью, ну, хотя бы пол не убирайте, потому что когда будет время продавать, сверху, да, да. То есть я думала, вы будете убирать этот полк. Нет, мы накатаем сверху кашем и сверху еще... Да, потому что, ну, с ковролином, я понимаю, что вам в дизайнерских целях это все нужно, но потом, когда вы будете дом продавать, как бы это не оценивать. Ну, я так думаю. Звукоизоляция на стенах будет стоить 4 доллара. Его можно будет как бы бизнес продать. Когда одна съемка на студии в Тону Талон Орландо окупает полностью звукоизоляцию в этом помещении. Выгодное приобретение, так что... Ну, ребят, спасибо большое. Мы к вам еще обязательно придем в гости. Да, приглашаем. Как сразу, вот сразу, как будете готовы, мы придем и снимем уже готовый проект. И я хотела бы спросить у вас, я не знаю, рекомендации. Как вам понравилось с нами работать? Как вы вообще на меня вышли? Я еще просто не рассказывала. Вообще, как вы меня нашли? Да, приглашу мужа в кадр. Димы из кладовки. Он искал. Да, был большой процесс, потому что мы поняли, что мы хотим заранее все решить. Мы хотим приехать так, чтобы уже у нас либо было несколько вариантов конкретных, либо вообще вариант, который уже на подписание. И, соответственно, мы нескольких риелторов просили одновременно это делать. Все очень по-разному к этому подходили. И, ну, наверное, самый ответственный человек, который нам встретился на этом пути, Надя, она просто супер отработала с нами. И с Денисом. Денис помогал тоже. Денис не смог сегодня присниматься. То есть у нас хорошая команда. Да, была команда. Причем, что мы удивились, что мы разговаривали с Надей, она была в отпуске вообще в Японии. Несмотря на это, мне отказала во встрече. И купили буквально, мы нашли буквально за три дня, наверное. Ну, мы очень быстро смотрели с вами. Да, мы очень интенсивно, интенсивно. Мы ночью сидели. Просмотры были каждый день, да. Что мы тоже удивились, что очень быстро. И Денис в Тампу очень быстро съездил, посмотрел. Убедился, что Тампу нам не подходит. В Тампе местные риелторы сказали мне, что они будут только в среду, а Денис уже в субботу был на объекте. Уже все посмотрел. Уже все посмотрел. Не, мы быстро работаем, ребята. Они по-другому не могли сказать. Я же здесь стояла. Но все равно спасибо большое. Нет, потому что альтернативы на самом деле не было. Потому что мы спокойно общаемся на английском, на русском. Нам было по сути все равно, с кем работать. Мы пробовали местных риелторов, но они очень немотивированные товарищи. То есть они прям очень тугие. Они предлагают объекты абсолютно не как для себя. То есть там Денис смотрел, он сразу оценивал, как будто бы он там жил. Да, и мне понравилось, что Надя нам показывала на видео, уже на встрече в Zoom показывала, так, у этого дома там крыша старая. Да, кстати. Его не надо смотреть. То есть это не нужно ехать, чтобы все это узнать. Мы когда стали общаться с ребятами, это очень, кстати, нам тоже помогло, и вам понять, и со мной познакомиться, можно сказать, вживую, в полуживую. Но очень классно было, что я могла шерить экран и показать вам, что я делаю, как я работаю. Я не просто открыватель дверей. То есть я всегда проверяю, ребятам очень понравился дом один, доктор Филлипс, но я сразу при них открыла пермит, и все подтянула. Говорю, крыша 2009, по-моему, была старая крыша. Да, я говорю, можно заставить сделать оффер так, чтобы предавец поменял, а вы таки, не-не-не, мы не можем так долго ждать. А там был дом 5 тысяч скверфитов, это бы стоило ему очень дорого. А здесь люди не очень охотно... Ну, это уже сразу, в Тампе, ребята нашли в Тампе, я сразу пошла, они это видят, я открыла, проверила, есть ли в этом доме флат-зон, то есть это страховка опять-таки. То есть они увидели, что я не просто девочка такая дверь открыла, как многие, наверное, из вас думают. Так как мы не местные, мы здесь первый раз в Орландо, мы покупали, можно сказать, с закрытыми глазами, и нам понравилось, что Денис, он еще и выходил на улицу, обходил район, да, и показывал, ну, смотрите, здесь такие соседи, такие машины стоят, вот такой здесь асфальт, и, например, в случае с Тампой нам это очень сильно помогло, нам очень понравился сам дом, но в округе мы сказали, мы здесь жить не будем. Коммунизм на отдельном взятом километре было что-то, потому что там асфальт просто такое ощущение, что там бомбили, и соседние дома, они очень такие прям, ну, плохо ухоженные, газонов нет, ну, да, а здесь все было. Какое-то вот ощущение, разница Болдвин парк вам нравится? Очень нравится, мы даже сейчас пока вот здесь делаем ремонт, мы снимаем тоже рядышком, и мы кайфуем. Озера. Дорожки, все гуляют, вот это пешая Америка, реально пешая. Да, да, кстати, можно здесь жить, вообще не выезжая никуда, даже можно спокойно здесь жить, кто не может водить. К примеру, есть такие люди. Да, паблик все пешком. Здесь все пешком, все пешком. Паблик с ресторанами, рестораны вкуснейшие, гурме рестораны, ну, как бы, такие тоже хорошенькие, там, французские кафешки, да, и такие рестораны, как Лиза говоришь, там просто так не придешь, не сядешь, то есть нужно делать заранее, а пойти, но я очень рада, что вам понравился наш выбор совместный, кстати, Тонхаус я нашла, его же не было на рынке. Да, его на рынке был намного, получается, дороже и хуже. Да, да, и вот этот я нашла, это вне рынка, ребятам сразу послала, объяснила, Денис поехал, посмотрела, они такие, берем, посылаем офер. Да, еще хочу сказать такой отзыв, что нам было важно, мы находились в другой стране, мы не понимали, как оформляется сделка, у нас было миллион вопросов, но реально мы просто расслабились, и Надя просто все сделала. Она, она... У меня даже много не спрашивали, где подписать? Ну да, потому что реально у всех главная боль, а вдруг меня обманут, вдруг документы неправильно подпишу как-то, да? Ну да. Надя готовила моментально документы, прислала их, можно было прочитать, посмотреть, и мы подписывали, вот. И получается, из-за того, что ты работаешь с русскоязычным человеком, такое тоже доверие, человек на ютубе, вряд ли человеку, имеющий большой блог, начнет кого-то обманывать, чтобы потом про него там снимать. Вопрос в Дубае всякое, конечно, можно сказать, о блогерах, в том числе русскоязычных, я старался сначала искать тех, кто не русскоязычный, но оказалось, что, как и сейчас, с подрядчиками, которые делают этот дом, просто есть люди, которые делают как для себя, а есть люди, которые, ну, как бы, они делают плохо, и неважно, на каком языке они говорят, из какой они страны, и вы в Дубае, или в США, просто надо искать свой вариант, надо знать, что-то хочешь, найдется человек. Спасибо большое, мы очень благодарны, что вы нас сегодня пустили, ждем приглашения в гости, спасибо за отличные отзывы, я прям чуть не расплакался, у меня еще как бы, так вот, чтобы прям много хорошего, вот, обо мне. Ребята, вы оставайтесь с нами, мы сейчас еще проедем, снимем, даунтаун, Болдвин парк, вы посмотрите на эту всю красоту, мы вам вкратце расскажем, и покажем, и на дрон снимем, и проедем по улочкам, на этом мы прощаемся с вами, да, и увидимся после ремонта, да, увидимся после ремонта, самое классное, это было голос из Градисолка, так вы меня так позвали, я думал, вы не снимаете в мою сторону, я прятался, а можно мы это оставим, можно, конечно, а я-то думаю, это будет самое прикольное, в этом видео, он много режет все, я-то думаю, и на этом видео, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok